МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но так ли это на площадке? Очередное поражение Рубина в российской премьер-лиге. Новые приобретения казанцев пока не приносят результат. Всероссийская акция Кросс-наций. Суперкубок Казанского федерального университета. Юрфак против биологов. Кто начнет сезон с победы? Начнем с Рубина. В это воскресенье команда Рашида Рахимова потерпела очередное поражение. Новые приобретения, которые так ждал тренер, пока не приносят результат. А обо всем подробнее вы узнаете в сюжете Рустама Габасова. Как идут дела у Рубина в российской премьер-лиге после возвращения? Катастрофически. Начиная с июля, когда сезон стартовал, команда выиграла лишь одну игру из семи. Трижды сыграла в ничью и три раза потерпела поражение. Главный тренер Рашид Рахимов требовал трансферы. И правда, команда нуждалась в усилении. Она их получила. Пришли Урж Дресгич, Валентин Вада, Егор Шамов, Никола Чумич и Ранджилович. Но в самом конце трансферного окна, отчего у новоиспеченных игроков даже не было времени сыграться. После двухнедельного перерыва казанцам подстояла игра с Зенитом, который постепенно набрал свою форму. Рубин не боялся играть в прессинг и даже в некоторых эпизодах смог доставить проблемы петербуржцам. Но этого было мало. Зенит открыл счет на контратаке уже на восьмой минуте. Отключился новичок Зенита Изидор. А во втором тайме Зенит довел счет до крупного. 3-0. Забили Кассиера и Клаудиньо. Несмотря на разгромный счет, Рубин не играл без зуба. В некоторых моментах казанцам удавалось провести хорошие атаки. Но по-настоящему голевых моментов было очень мало. Также команде Рахимова совершенно не удавалось атаковать позиционно. Часто игроки ошибались в передачах и отдавали таким образом мяч соперникам. И эта проблема следует за Рубином с начала сезона. Однако решена она по-прежнему не была. Еще раз неприятно, но я еще раз возвращаюсь к тому, что я команде сказал. Очень наикно мы пропускаем мячи и мы не дорабатываем тех эпизодов, о которых мы говорили. Которые мы говорили до матча. Ни в коем случае не давайте этого пространства. Накрывайте, если соперник выходит. Жесткие стыки, они контактная игра. Они должны присутствовать. Не надо бить по ногам, не надо цеплять руками. Но борьбу нужно стараться навязать. Возможно, новички смогут помочь решить эту проблему после того, как привыкнут к команде. Но пока получаем закономерный результат в игре с одним из лидеров РПЛ и 14-е место в турнирной таблице. Рустам Габасов. Неделя спорта. Если у Рубина дела обстоят плохо, то у Акбарса все идет хорошо. Но по качеству игры с первого раза так не скажешь. Две победы и одно поражение позволяют казанцам быть на втором месте в Восточной конференции. Но остаются нерешенные проблемы. Подробнее смотрите далее в сюжете. Акбарс находится на втором месте в Восточной конференции, что, конечно же, не может не радовать. Однако вот по игре этого не скажешь. На прошлой неделе, 12 сентября, команда играла с Динамо Минском. И в очередной раз Акбарс пропустил первым. Виталий Пинчук открыл счет в матче. Но зеленый отдавать игру просто так не собирались. И уже под заново второго отрезка игры Даниил Журавлев сравнивает счет. Потом был безголевой третий период и дополнительное время, в котором Кирилл Семенов забросил шайбу и принес победу команде. Далее следовало зеленое дерби. Принципиальный матч с Салаватом Юлаевым. Однако, несмотря на всю значимость дерби, многие отмечали, что Салават находится совсем не в том состоянии, что раньше. Внутриклубные проблемы дают о себе знать. И поэтому многие ожидали, что Акбарс заберет встречу без проблем. Но случилась сенсация. Команда Зентулы Хайдаревича, ведя в счете 2-0, уступила Юлаевцам 2-3 по итогу матча. Но что же произошло? Во-первых, казанцы сами облегчили жизнь уфимцам удалениями. За 40 секунд Дмитрий Яшкин с Кириллом Семеновым отправились на скамейку штрафников, благодаря чему Салават воспользовался преимуществом 5 в 3. А вот самим хоккеистам Акбарса воспользоваться 5-минутным удалением не удалось. Также невнятно сыграли и лидеры казанцев, в том числе и капитан Александр Радулов, который нанес два броска по воротам, но в остальных моментах его успевали накрывать и форвард мешков. Порой форвард пытался изменить игру и больше играть на партнеров, но и здесь допустил как минимум пару заметных потерь. А после камбэка Салават вцепился зубами в эту игру и отдавать ее уже не собирался. Как итог, первое поражение в зеленом дерби в этом сезоне. 16 сентября Акбарсу предстояла домашняя игра с Нижегородским торпедо, который еще не проигрывал в этом сезоне. Дуэль двух легенд, Берелядинова и Лорионова, двух кардинально противоположных стилей, более защитный и силовый Акбарса и атакующий техничный торпедо. Казанцы смогли выиграть у Нижегородцев со счетом 4-3, которые до этого матча были единственной командой в КХЛ без поражения в регулярке. Как зеленым удалось противостать молодой техничной команде Лорионова, тут нужно отметить два фактора. Первый, Акбарс старался не отдавать шайбу своим соперникам. Если не дать технарям владеть шайбой, то и сыграть в них не получится. Однако тут план до конца не сработал, и торпедо все же владел шайбой больше своих соперников, но меньше, чем с остальными командами. И второй, самый важный, Акбарс действовал максимально жестко с молодыми игроками торпедо. Жесткий стиль команды Берелядинова стал настоящим криптонитом для нижегородцев. У гостей не получалось играть в свой привычный хоккей, а также они много удалялись. Этот матч стал особенным и для Вадима Шипачева. Своей голевой передачей он заработал рекордное очко в регулярном сезоне в КХЛ и стал лучшим бомбардиром. Такой выдалась прошедшая неделя для Акбарсов. Впереди еще много матчей. Посмотрим, что покажут нам наши хоккеисты. Рустам Габасов. Неделя спорта. 18 сентября прошла предсезонная пресс-конференция и открытая тренировка волейбольного клуба «Зенит». На событии были представлены новые игроки. Связующий Евгений Рукавишников, диагональный Кирилл Клец, блокирующий Роман Романовский, либера Алексей Чанчиков. Главный тренер Алексей Вербов отметил, что сейчас команда на стадии становления. Сезон подготовки начался намного раньше, но так как в команде два новых связующих возникают сложности. Главная задача тренировок – сплотить команду перед играми Кубка Столетия. Первые встречи пройдут уже 22, 23 и 24 сентября. В Суперкубке мы увидим уже полный состав команды, но на данный момент некоторые спортсмены из Америки еще не приехали. Сейчас вот закончился чемпионат Европы. Наверное, сэндру даст им Алексею Игоревичу немножко отдохнуть. Вздохнуть, как говорится, после чемпионата. И они потом приедут в начале октября. 16 сентября в Казани прошла всероссийская акция «Кросснаций». В этом году участие в забегах приняли почти 19 тысяч спортсменов. Подробности в следующем сюжете. Три, два, один, стой! Всероссийская акция «Кросснаций» 2023 года в Казани объединила тысячи спортсменов. В экстрем-парке «Урам» и стадионе «Локомотив» были организованы забеги на дистанции от 1 до 12 километров. Жители столицы Татарстана участвуют в забегах с 2007 года. И с каждым разом интерес к этому событию со стороны горожан становится все больше. Это ежегодное мероприятие, проходящее в 140 городах России. И в Казани в нынешнем году оно проходит уже, по-моему, в 17 раз. В этом году Казань находится в числе городов-лидеров по количеству участников. Среди спортсменов – профессионалы, любители, студенты, лица с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники спортивных школ Казани и их родители. Я очень рада. Тяжело, но ставимо. Все возможно. Ребенок занимается спортом, я ее поддерживаю. Если честно, говорить о вот этом забеге лично для меня сложно было, потому что я когда бегаю на большие дистанции, ахиловые сухожилия почему-то начинают ныть прям жестко. И вот поэтому для меня это было сложно. Мне, честно говоря, все понравилось и было в целом легко, типа нести с этой сильной усталости. Только единственное, тяжело было то, что много людей, и реально многие спотыкались. В 2023 году медалями наградили только победителей забегов. Однако на следующий год организаторы планируют изменить эту систему. Нововведением, наверное, следующего года будет то, что мы дарим, будем дарить медали в конце еще всем. Участники отметили высокий уровень организации забегов и уже желают стать частью масштабной всероссийской акции в следующем году. Екатерина Торопова, Игорь Афанасьев. Неделя спорта. К другим темам. Для любителей покататься на роликах в минувшую пятницу подвернулась возможность лучше узнать об этом виде спорта. Подробнее в сюжете Евы Семяновой. Привет, любителям адреналина и свободы на колесах. Сейчас мы находимся в экстрим-парке Урам на открытом мастер-классе по роликам. Это событие собрало всех желающих, независимо от их опыта в этом виде спорта. Важно отметить, что мастер-класс был создан специально для новичков. Главным организатором и тренером этого мероприятия стал Виталий Константинов. Настоящий профессионал в мире роликового катания. Он поделился своими секретами и техниками, которые помогли новичкам освоиться на роликах и достичь новых высот. Суть мастер-класса в том, чтобы больше привлечь к данной дисциплине ребят, ну и взрослых, возродить, кто давно не пытался. И суть у нас заключается в том, что многие, как я со стороны наблюдаю, многие пытаются с горок съезжать, но не получается. Вот мы решили организовать, научить, как правильно это все делать. Одним из ключевых моментов урока стало правильное заезжание на горки и съезжание с них. Виталий Константинов показал, как преодолевать эти препятствия с легкостью и безопасностью. Новички узнали, как правильно балансировать на роликах и как поддерживать стабильность во время движения. Урок прошел в дружественной поддерживающей атмосфере, где каждый участник получил возможность задать вопросы и получить индивидуальные советы от Виталия. Это был не просто урок, а настоящая возможность пообщаться с опытным тренером и получить ценные советы от него. Эта встреча была не только о технике и трюках на роликах, но и о взаимодействии и дружбе. Участники мастер-класса обменялись опытом, поддерживали друг друга и создали настоящую команду единомышленников. Мастер-класс помог начинающим роллерам справиться со своими страхами и научил преодолевать препятствия. Участники получили не только новые знания и навыки, но и мотивацию продолжать изучать катание на роликах дальше. Ева Семянова, Алия Кульборисова, Неделя спорта. Сборные Казанского федерального университета продолжают обновлять составы перед стартом нового сезона. О том, как прошли отборы и пробные тренировки, расскажем далее. Сборные команды университета пополнили свой состав новыми лицами. В спортивном униксе прошли отборы в команду университета по мини-футболу, шахматам и волейболу. В женскую сборную по футболу в этом году прошли всего две первокурсницы. Среди них Елена Бабайкина. Она никогда не была в большом спорте, но показала отличный результат на пробных тренировках. На самом деле я занималась просто дворовым футболом. Мы играли вместе с парнями и девчонками у нас во дворе. Я надеюсь, я смогу подружиться со всеми девчонками, и у нас получится хорошая сборная. В волейболе же количество студентов, желающих попасть в сборную, увеличилось в разы. Как отметили тренеры, в этом году первокурсники пришли более опытные, чем в прошлом. Команда растет и уже готовится побеждать в новом сезоне. Отбор проходит именно на технику сначала. Мы смотрим технику, как ведут себя те первокурсники, именно когда у них как мяч, верхняя движение передачи. После этого уже сначала идет отборная тренировка, а потом уже идет отбор в сбор. Шахматный спорт также становится популярнее среди студентов. В этом году на отборы пришли более 50 человек. Алмаз Низамов – один из таких первокурсников. Играет в шахматы с детства и решил продолжить свой спортивный путь уже в стенах университета. Я ходил на шахматный кружок, и с того времени я начал увлекаться шахматами. Потом с первого по четвертый класс играл. В классе в восьмом-девятом также продолжал заниматься. Играл в турнирах, и когда вот пришел в КФУ, узнал, что есть сборная по шахматам, решил участвовать, так как есть опыт, и знаю, как играть в шахматах. Отборы проходили в формате пробных тренировок или турнира на выбывание. Уже совсем скоро начнутся тренировки в обычном режиме и подготовка к предстоящим соревнованиям с обновленным составом команд. Екатерина Торопова, Неделя спорта. Совсем скоро стартует новый спортивный сезон в Казанском Федеральном Университете. И по традиции его откроет матч за Суперкубок. Сам матч состоится 20 сентября, который мы покажем в прямом эфире. А пока давайте обновим память об истории данного трофея. Как он появился и кто был его обладателем. Все уже в предвкушении стартового свистка Суперкубка Казанского Федерального Университета, который откроет новый спортивный сезон. Кто-то может подумать, что розыгрыш Кубка интересен только спортсменам университета, но это в корне не так. Суперкубок – это настоящее шоу, которое собирает абсолютно разную аудиторию, даже те, кто далек от спорта. Ажиотажу вокруг матча нет предела. Славная традиция появилась всего 6 лет назад, но стала одной из главных и ожидаемых в Федеральном Университете. Тогда в матче за звание лучшей команды КФУ встретились обладатель Кубка Университета по мини-футболу 2016 года, победитель чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов Российской Федерации 2017 года, сборная команда Института физики и их соперники – обладатели первенства КФУ 2016-2017 учебного года, обладатели Кубка Джома 2017 года, сборная команда Института управления экономики и финансов. Та игра запомнила всем невероятным камбэком физиков, которые проигрывали 0-2 после первого тайма. Однако, каким бы ни было героическим возвращением в игру футболистов Института физики, в серии пенальти сильнее оказался ИУФ. Экономисты выиграли серию со счетом 5-3 и стали первыми обладателями Суперкубка КФУ. В следующем году за право стать лучшей командой университета встречались Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и Набережный Челнинский институт. Несмотря на хорошую игру и старания футболистов из Внимка, сильнее в тот день была команда НЧИ. Сначала, после подачи углового, Альфир Музафаров головой занес мяч в сетку ворот, а уже в концовке матча Музафаров удвоил преимущество своей команды и лишил из Внимка шансов на камбэк. 2-0. НЧИ становится чемпионами второго розыгрыша Суперкубка КФУ. В 2019 году в Суперкубке встречались сборной юридического факультета и участник первого розыгрыша главного трофея университета Институт физики. Физики больше всех в своей истории выигрывали Кубок Университета. Поднять Суперкубок над головой в 2017 году им не удалось, и они жаждали получить этот трофей. Игра шла равна. Мяч не спеша переходил от команды команде, но первое слово в матче осталось за физфаком. Им удалось распечатать ворота команды юридического факультета. Однако счастье длилось недолго. За полторы минуты до конца первого тайма юристы сравнивают счет. А вот после перерыва игра у института физики совсем посыпалась. Спустя всего 5 секунд после начала второго тайма юрфак забивает второй гол, и спустя пару минут в ворота физиков залетает третий мяч. Институт физики выглядел неплохо, но найти свою игру футболистам не удавалось. А вот у юристов получалось все. Очередная комбинированная атака привела к четвертому забитому голу, а затем и к пятому. 5-1 финальный счет матча. Юридический факультет выигрывает первый Суперкубок в своей истории, а для физиков этот трофей остался недосягаемым. Юридический факультет вернулся за трофеем в 2021 году в качестве действующего чемпиона, а его соперником стала команда победителя второго розыгрыша Суперкубка КФУ, Набережный Челнинский институт. Впервые в истории турнира встречались команды, которые имели шансы стать двукратными обладателями трофея. Юрфак начал игру первым номером. Больше они владели мячом и создавали опасные моменты. Забитый гол был лишь вопросом времени. В середине первого тайма футболистам юридического факультета удалось открыть счет в матче, а спустя всего две минуты вновь поразить ворота соперника. С хорошим преимуществом они ушли на перерыв. НЧИ огрызался и навязывал борьбу Юрфаку, но поразить ворота им никак не удавалось, а как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе. Юристы забивают третий мяч и доводит счет до разгромного. Однако НЧИ сдаваться явно не собирался, и после хорошей комбинации футболисты отыгрывают один мяч. После забитого гола футболисты НЧИ принялись высоко прессинговать соперника, что приводило к ошибкам в обороне Юрфака. Одной из таких команды набережно-челнинского института удалось воспользоваться и забить второй гол. Времени оставалось мало, и команда НЧИ решила убрать вратаря, но идея оказалась неудачной. Защитник Юрфака пробился своей половиной поля и попал точно в сетку. Казалось, что так матчи закончатся, но после розыгрыша штрафного футболисты НЧИ забивают третий мяч ворота соперника. Но времени уже совсем не оставалось, и сразу после введения мяча из центрального круга просвистел свисток судьи. 4-3. Юрфак становится единственным в истории двукратным обладателем Суперкубка КФУ. Прошлый год запомнился долгожданным возвращением команды ИУФ, которая участвовала в первом розыгрыше Суперкубка КФУ, а также Институтом международных отношений, который впервые в своей истории боролся за трофей. Матч вызвал небывалый зрительский интерес. Уже за 30 минут до начала матча на трибунах почти не было свободных мест. Эконом быстро открыл счет в матче и весь первый тайм играл первым номером. Команды ушли на перерыв со счетом 1-0 в пользу ИУФ. Многим казалось, что экономисты выиграют свой второй Суперкубок, но футболисты ИМО были с этим не согласны, и уже в начале второго тайма сравняли счет в матче. А спустя 5 минут они уже вышли вперед. Эконом не был похож сам на себя. Было видно, что команда растерялась от такой быстрой игры ИМО, вследствие чего они допускали ошибки. Одна из них стала роковой, и футболисты ИМО заколачивают третий мяч в ворота ИУФ. А под конец матча они поражают ворота соперника в четвертый раз. 4-1 Институт международных отношений впервые в своей истории становится обладателем Суперкубка КФУ. Радости в глазах футболистов не было предела. 2023 год, и никто не собирается нарушать славную традицию. Суперкубок КФУ возвращается, а поборются за него новички Суперкубка, победители чемпионата, Институт фундаментальной медицины и биологии и чемпионы Кубка университета и юридический факультет, который может забрать трофей в рекордный третий раз. Кто станет обладателем Суперкубкой Казанского федерального университета 2023, узнаем 20 сентября. На сегодня это все новости. С вами была программа «Неделя спорта». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова